приветствую пока есть такая возможность решил записать для вас обзор наручной заусовщик для крупноформатной плитки просто у меня он проводится совсем немного времени выполнит разовую работу и будет подарен человеку которому будет явно нужнее нужно сразу уточнить что обзор будет абсолютно дилетантский ведь до этого момента я не имел плитки практически никакого отношения но думаю этот ролик поможет тем кто собрался его покупать чтобы иметь о нем представление еще в этом видео хочу анонсировать выход нового ролика материал для которого мы собирали более полугода ролик скорее всего будет в двух частях материал практически полностью отсняли и это будет большая история ремонта квартиры от голых стен до полностью готовые чистовой отделки ну а сегодня у нас заусовщик под брендом эфи это тот же самый производитель что и трубогиб и гиббон который у меня есть в мастерской и подробный обзор на которые я уже снимал и он есть на канале сейчас вы видите кадры распаковки после получения поставляется он в картонной коробке при этом каждый элемент и дополнительно индивидуально упакован поэтому все приехало целом у этого производителя есть две модели заусовщиков длиной 45 сантиметров с 6 опорными подшипниками для плитки длиной до 1200 миллиметров и удлиненная модель длиной 60 сантиметров с 8 опорными подшипниками которые используют для плитки и панели до двух с половиной метров у нас сегодня на обзоре модель на 45 сантиметров обращаю внимание на комплектацию есть два варианта стандарт и премиум разница в стоимости совсем небольшая а при этом дополнительно вы получаете столик для удобной работы на верстаке пылеотвод и фиксатора для заусовки узких полос и накладки для скольжения на сайте они называются глайдеры также в обоих комплектациях вы получаете планку для настройки подшипников кольца под разные болгарки и хому для дополнительной фиксации болгарки ну а теперь в стиле старого телешоу кадры о том как я собирал все первый раз и кстати это было не сложно а а а Субтитры подогнал «Симон» Все должно быть, в принципе, понятно. На всякий случай проговорим основные моменты. Подставка собирается следующим образом. В каждой опоре прикручивается уголок, и на нее устанавливается верхняя часть. Можно попасть в паз. На данный момент подставка еще неустойчива. После того, как мы установим заусовчик на место и стянем все двумя болтами, конструкция будет жесткой. На самом заусовчике без установленного диска необходимо закрепить вот эту планку. Также есть отверстие для ее крепежа. Отпустить гайку на каждом подшипнике и подогнать каждый подшипник, чтобы он касался этой планки. После чего ее можно убрать. Устанавливаем на место болгарку. Посадочное отверстие для болгарок диаметром от 42 до 49 мм. В комплекте идут различные диаметры и дополнительные кольца. Сам кожух стандартный рассчитан на диаметры диска от 115 до 125 мм. Для фиксации болгарки нам понадобится шестигранник на 6. На пластине имеется дополнительное место крепления, которое болгарка притягивается хомутом из комплекта. После того, как мы ее установили, необходимо закрутить вот эту гайку. Для всех настроек нам понадобится ключ на 10, а лучше 2 для подшипников, ключ на 13 для крупных болтов и гаек и шестигранник на 6. Сам заусовщик изготовлен из стальной пластины толщиной 3 мм и окрашен прожковой краской. На ней сштампована стрелка, указывающая направление движения, а также имеется место крепления под стандартные ручки болгарок на 8 и 10 мм. Помимо ручки на передней части, имеется специальная выштамповка под вторую руку. При наличии в комплектации пылеотвода, который, кстати, тоже выполнен из металла, его необходимо установить после установки диска на специальные два болтика. И подогнать его по высоте, по толщине плитки. Внешний диаметр патрубка 38 мм, 38 с копейками. Внутренний 33 мм, практически 34 мм. В него подходит стандартный патрубок от пылесоса строительного, в моем случае Керхер. И еще нам важно измерить расстояние между двумя центральными подшипниками. Это 14,5 см. Это важно, так как плитка, проходя по подшипникам, должна одновременно касаться их и на этой стороне, и на этой, чтобы она не клюнула. И важно отметить, что необходимо приобретать диски для заусовки плитки со специальной отметкой. На нем должно быть указано, что его можно использовать для сухого реза под 45 градусов. И теперь приятный моментик, снимаем пленочку. И в завершении настроек необходимо ослабить вот эти две гайки и с помощью специальных винтов подвести диск к плитке таким образом, чтобы он касался только передней части. К такому ручному заусовщику довольно высокие требования к мощности болгарки. Я в качестве эксперимента устанавливаю аккумуляторную. Мне просто самому интересно, хватит ли ее мощности. Если нет, то возьму сетевую. Также есть дополнительная регулировка угла наклона от 45 до 50 градусов. Для подрезки узких полос от 20 миллиметров необходимо снять пылеотвод. И на его место устанавливается специальная пластина. Прижиная планка, которая совмещается со второй пластиной. Она выступает в качестве опорной. В эти места устанавливаются болтики. Ее можно подгонять по хрене. Вроде бы все я настроил. Опираем заусовщик тремя подшипниками. Подводим диск. Здесь есть специальное место, где видно, где он располагается. Я оставил от верха кромки примерно миллиметр, чтобы не скалывать эмаль. И сейчас будем пробовать первый раз. Первый проход будет с использованием строительного пылесоса. Заодно посмотрим, как удаляется пыль. Далее попробуем без него. Посмотрим на первый результат. Крупных сколов я не вижу. Насечек на самой плитке тоже практически нет. Единственное, нужно было диск отодвинуть все-таки подальше. Эмаль задевала. И еще в одном месте на выходе у меня вильнул заусовщик. Нужно было его сильнее опирать на задней подшипнике на выходе. Сейчас попробуем еще раз. Теперь попробуем с использованием подставки. Я ее установил, закрепил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это второй проход с использованием подставки. На входе есть небольшой скол. В остальном все идет довольно ровно. И вот в этом месте на выходе я все-таки сместил случайно плитку. Сама кромка заужается краю. Также диск имеет небольшие сколы. Диск нужно еще немножко дальше отодвинуть. Но мне кажется, если все ровно настроить, то должен быть хороший результат. Третий проход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 И последний проход. Третий. Здесь сколов нету. Значит, диск мы установили правильно. Единственное, на выходе я немножко дернул. Получился. С обратной стороны. Это выглядит вот так. И последний, четвертый проход будет без подключения пылесоса. Просто, чтобы продемонстрировать количество пыли. Редактор субтитров А.Егорова 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 И результат чертого прохода. Получилось довольно ровно. но пыли было значительно больше поэтому обязательно используйте пылесос если коротко о выводах это абсолютно рабочий инструмент даже в руках новичка такого как я а главное по доступной цене если что-то из информации я упустил внизу будет ссылка на производителя читайте изучайте ну и на этом я прощаюсь с вами до новых встреч